Приветствую вас, друзья и недруги. На Украине есть свой Козловский, Виталий Козловский. Не артист, но заслуженный артист, Украин. Он певец. В отличие от нашего Козловского, который, ну, не буду повторять, что он говорил, понятия не имеют, где он сейчас, то ли в Калифорнии, то ли со своей окинченной Швейцарии, песня совсем не о том. Вот этот Виталий Козловский, он, повторю, популярный на Украине певец, телеведущий, был замешан в каких-то скандалах, сведомых, что-то он то ли по-русски говорил, то ли недостаточно часто славу Украины выкрикивал. Песня совсем не о том, опять же. Он получил повестку и принял присягу вчера в вооруженные силы Украины. И из этого сделали просто мощный ивент. Они умеют продавать такие вещи. Они сделали сюжет. Они разгоняют этот ролик по новостным сайтам. Ну, что я могу сказать? Информационную войну они ведут исправно. Здесь Кирилл Буданов как-то на днях сказал, что, мол, Украина в 2014 году проиграла информационную войну, сейчас выигрывает. Сложно не согласиться. Они каждый такой факт умеют продать. А у нас вот, допустим, артисты Москонцерта выступают в зоне СВО. Там столько замечательных историй. И я не знаю, я вот, кроме как в проекте, мой район, который на канале «Москва доверия» сейчас выходит по будням, ну, вот, не видел больше нигде, на самом деле, по телевизиону, об этих замечательных артистах наших. Сейчас посмотрите ролик с Козловским, детали Козловским, и фрагмент передачи «Мой район» про артистов Москонцерта в зоне СВО. Козловский, я, для складания військового присяга, до меня. Слухаюсь. Для складания військового присяга, до меня. Слухаюсь. Я, Козловский Виталій Витальевич, вступаю на військовую службу. Присягаю никогда не зарадить украинскому народу. Служу украинскому народу. Часто это просто бывают разговоры о жизни, но бывает так, что концерт не заканчивается после его завершения, а продолжается тем, что наши слушатели поют те песни, которые любят в тех краях, и учат нас этим песням, и репертуару, который они хотят в будущем услышать. Так, например, было в Мариуполе, когда у нас была акция памяти на Азовстале, и студенты Мариупольского университета вспели для нас песню «Вставай, Донбасс», которую в том регионе, ну, фактически знают от мала до велика все, и поют в самых разных городах. С тех пор она в нашем репертуаре, и звучит везде, и всегда, и поют ее и самые пожилые, и дети. То есть это тоже у них такой гимн свободы, гимн движения к победе, которое обязательно случится. Да, конечно, то, что победа будет за нами, нет никаких сомнений. Вы знаете, заслуженный артист в России, Василий Мишенко, который тоже часто бывает на Донбассе и очень переживает, он хотел бы выразить вам благодарность, что он записал для вас в виде обращения, которое мы сейчас послушаем. С декабря 2022 года артисты Москонцерта дали 260 концертов на территории новых субъектов Российской Федерации, и более 100 концертов в поддержку СВО и их семей. Хочу выразить вам огромное спасибо и низкий вам поклон за вашу позицию, за ваш труд. Пока мы вместе, мы непобедимы. С уважением к вам, заслуженный артист России, Василий Мишенко. Позволю себе присоединиться к словам Мишенко и поблагодарить вас за то, что вы делаете. А мы после паузы продолжим разговор о культбригаде Москонцерта. Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о том, как столичные артисты помогают нашим военным и жителям новых территорий. К нашему разговору присоединились заслуженная артистка России Алла Платова и артист Москонцерта Александр Лавров. Алла, Александр, добрый день. Здравствуйте. Алла, когда вы присоединились к проекту «Культбригада»? 6 июня. Да, 6 июня с радостью отправились на поезде в эту замечательную командировку, незабываемую. Я думаю, что такое не забывается никогда. С радостью, без всяких сомнений и без страха. Без сомнений, с удовольствием. И даже некоторые мои родственники завидовали, что мне так посчастливилось. А почему такой энтузиазм был? Ну, потому что уже коллеги поделились своими впечатлениями или вне зависимости от этого опыта ваших товарищей? Хотелось побывать там, где людям плохо. Детям. Ну, я понимала, что своими спектаклями мы радость принесем. Это несомненно. А не страшно, потому что, ну, как бояться? Они там живут, а мы боимся. Илья, а вы вот как-то артистов новых привлекаете в этот проект? Вы их как-то готовите, что-то им объясняете, рассказываете? Ну, ни в коем случае не приукрашиваем ситуацию. Всегда честно говорим, что физически тяжело, морально тяжело. Но при этом то, что ощущение востребованности точно будет, это тоже произносится. В общем, никогда не приходилось говорить так, чтобы убедить человека. Всегда просто доносится какая-то, ну, объективная ситуация, чаще всего связанная с бытовыми условиями. Они там действительно такие прям грустненькие совсем. Бытовые условия наши. В некоторых местах максимально проблематичное размещение. Где-то воды нету, где-то еды нету. Но в целом все как-то выстраивается, и мы уже имеем алгоритм четки работы по всем-всем прямо территориям. Когда мы делали креативную культбригаду, а культбригад их несколько. Вот есть взрослый формат, про который мы говорили до. Это госпиталя, военные части, какие-то такие вот площадки, где собирается взрослая аудитория. И для молодежи придумали формат креативных культбригад. Рассказываем по вузам, чем ребятки могли бы заниматься, не уезжая, получать дополнительное образование. Вот там, находясь, получать гранты на проекты и делать проекты у себя непосредственно на территориях новых регионов. Но детское самое востребованное. Детишек очень много. Везде, и в Херсонской, и в Запорожской области, и в ДНР, и ЛНР очень любят детей. Это специфика какая-то, ментальная семейность прямо в крови у людей. Они уделяют огромное внимание деткам. И поэтому благодарность взрослых за то, что приехали с хорошей детской программой, она тоже просто безмерна. Это какой-то фейерверк был, этот последний выезд. Ребята, они действительно волшебники. Не только в том, что перевоплощаются, а в том, что просто так вот воздействовать на аудиторию, мне кажется, не каждому артисту дано. Это вот, я так понимаю, что рисунок, да? Да. Детский. Это вам, да? Да, это девочки подарили нам после спектакля. А что за спектакль? Спектакль «День рождения Кота Леопольда». Очень веселый спектакль. И я вот хотела сказать, спектакль здесь бы в Москве мы его играли только для самых маленьких. Но максимум 8-9 лет. Ну, дальше не подходи, будет неинтересно. А здесь мы его играли для публики от 4 до 94. Наверное, там и бабушки в зале сидели. Не уходили. И они не уходили. А подростки, да, кажется, ну как, сейчас развернутся и пойдут отдыхать, пока их никто не трогает, пока тут какие-то... Была тревога, что может быть неинтересно. Да, но они стояли, они улыбались, они все это смотрели, потом принимали участие в наших играх. И после этого они оставались, и нас обнимали, словали, говорили добрые слова. И это все. И взрослые, да, вот родители, папы, мамы, бабушки и дедушки. Я давно таких вот взрослых, счастливых людей на детском спектакле не видела.